всем привет мы с вами находимся в лаборатории радиоэлектроники президентского физико-математического лицея номер 239 в котором я мельников сергей алексеевич и мои ребята занимаемся изучением робототехники в направлении радиоэлектронная система управления или по-другому бим роботы что же это такое бим роботы или что такое радиоэлектронная система управления это хороший вопрос если вы впервые сталкиваетесь с этой темой ведь желая заниматься робототехникой вам необходимо знать что такое радиоэлементы транзисторы резисторы многие другие что такое фотодатчики как они работают как устроены двигатели моторчики и многое другое в кружке бим робототехники мы занимаемся непосредственно разработкой простых роботов которые умеют выполнять различные действия но при этом этих роботов не нужно программировать на компьютере по сути мы разрабатываем роботов которые существуют благодаря своим инстинктам отсюда и появляется аббревиатура бим давайте рассмотрим этих роботов поближе бим расшифровывается как биология электроника эстетика и механика используя четыре области этого направления мы создаем простые в использовании конструкции которых называем роботов которые полностью автономные и они умеют реагировать на изменения в окружающей среде к примеру представьте насекомое которое ведет активный образ существования в ночное время и при появлении света то есть при наступлении утра дня начинает прятаться в темные участки местность а давайте рассмотрим другой вариант или всем известные комары которые так любят кусать нас по ночам но как только мы включаем свет они сразу же куда-то пропадают и ждут когда мы вновь выключим свет именно эти примеры из реальной жизни используя инстинкты настоящих насекомых возможно животных и даже повадки людей в обществе мы учимся с вами использовать все эти инстинкты в робототехнике создавая вот такие простые модели роботов но модели у нас могут быть как простые так и сложные и все они не программируют то есть используют аналоговую электронику от простых бим роботов которые мы используем при создании даже с помощью картонки как видите мы можем разрабатывать также и более сложных роботов которые выполняются уже на печатных платах то есть ребята учатся создавать роботов на печатных платах изучают различные программы для этого печатные платы могут быть разного уровня сложности под конец года ребята изучают очень сложные печатные платы и умеют рисовать уже очень сложных роботов инсектоидов и многих других ну и конечно же не мы не обходимся без соревнований обязательно нашей программе участие ребят в соревновательные робототехники даже если это не программируемые роботы ребята создают вот такого бим робота который у нас предназначен для популярного соревнования следование по линии также роботы могут использоваться и в сумму роботов и в других направлениях если для них разработать хитрую схему на чем же ребята создают этих роботов давайте я устрою для вас небольшой тур по нашей лаборатории радиоэлектроники как видите у нас здесь класс оборудован различным стационарным ручным и программируемым оборудованием у нас есть обязательно компьютеры вытяжки для того чтобы ребята не дышали дымами а также различное оборудование у нас есть токарный станок но токарным станком конечно и мы пользуемся редко потому что вы начинающие и вам необходимо изучить ручной инструмент но также помимо ручного инструмента вы будете заниматься на различных 3d принтерах которых у нас много разных видов также мы для роботов будем делать различные узлы и агрегаты используя очень популярный лазерный станок на котором с помощью лазера мы различных материалах можем вырезать различные элементы при работе с материалами мы занимаемся с различным оборудованием и используем различные материалы фанеру текстолит и многое другое пластик и так далее по мере обучения в кружке бим робототехники вы сможете собрать самостоятельно несколько своих роботов на их основе изучить принципы робототехники получить необходимый опыт и поучаствовать в соревнованиях и выставках и так чтобы попасть в наш кружок робототехники вам необходимо пройти по этой ссылке или сканировать qr-код зарегистрировать свою учетную запись ученика на сайте робофинист заполнить анкету в кружок группа 262 радиоэлектроника и прикрепить к ней все необходимые согласия ждем вас в нашем кружке